Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 27 выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Вольск. На крутом правом берегу Волги расположен Вольск. Вся его жизнь связана с рекой и залежами мела, мергеля, известняка, глины, песка. Они источником сырья для цементных заводов, река же основная транспортная артерия. Высокий берег расчленен на множество обрадов, балок, глубоких долин. Много родников с замечательной ключевой водой, частично используемой в водопроводной сети. Но склоны оврагов нарушают цельность кварталов, затрудняют жилищное строительство и транспортную связь. Оползни угрожают зданиям, и жилым и промышленным. Необходимо постоянное укрепление берега Волги. Город находится в лесостепной зоне. В связи с образованием Волгоградского водохранилища уровень воды повысился более чем на 6 метров. Начало городу положено в 1690 году, когда в устье реки Малыковка появилось село с тем лея названием. Принадлежало оно московскому новоспасскому монастырю, получившему здесь тоню, участок для рыбной ловли на Волге и Большом Аргизе. Пушкин свидетельствует, что в Иргизских скитах, а также в Малыковке, что ныне город Вольск, Пугачев скрывался до объявления себя императором Петром Федоровичем. В год преобразования в город насчитывалось в селе до 5000 жителей, рыбаки, барлаки, грузчики на пристанях, хлебопашцы и купцы. Поначалу Вольск именовался Волском, затем Волжском. Довольно быстро сформировался его торговый характер, затем возникают мукомольные предприятия, кирпичный, известковый, кожевенный, лесопильные заводы, и, наконец, машиностроительный. Особенно привлекательными стали запасы сырья для строительных материалов. В 1898 году здесь появляется крупный по тому времени глухозерский цементный завод, ныне Большевик. В 1914 году пущены еще два, коммунар и комсомолец, Вольск сделался важным центром цементной промышленности в России. Уже к началу 20 века в городе имелись приличная общественная библиотека, несколько учебных заведений с немалым по тому времени числом учащихся, около 2000, больница с 4 врачами и 10 фельдшерами. Богатые люди пользовались электрическим светом. А еще в Вольске жил Блинов, бывший крестьянин села Никольского. В 1896 году он демонстрировал на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде паровоз для проселочных дорог с бесконечными рельсами и первый в мире гусеничный трактор и получил за него похвальный отзыв. Вольск славен героями. Среди них легендарный политрук 28 героев Панфиловцев-Клочков, Летчик Тололехин. Город строится. На берегу Волги, где раньше размещались соляные склады, выросли многоэтажные дома. Благоустроенными зданиями застроены страшные когда-то поселки цементных заводов. Преображены раздвинувшиеся окраины. Разбит парк культуры. Изменились заводы. Теперь только один большевик дает цемента столько, сколько производили его все заводы России начала века. Вольск обеспечивает цементные заводы страны так называемым нормальным песком, необходимым для определения качества цемента. Оборудование цементных заводов делается здесь же, на заводе «Металист». Герб города. Щит пересеченный. В верхнем лазуревом поле три серебряные стерлиди в виде велообразного креста. В нижнем золотом поле медведь натурального цвета. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.